Новый генеральный директор Красноярской городской управляющей компании «Жилфонд» впервые встретилась с прессой. Документы о назначении Натальи Жавновой на пост руководителя «Жилфонда» были подписаны 16 октября. До последнего момента она работала в городской администрации в должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства. Сейчас новый гендиректор «Жилфонда» знакомится с делами и проводит личные встречи с сотрудниками. Ну а жители Красноярска волнуют, изменятся ли тарифы на жилищные услуги, а также станет ли работа «Жилфонда» эффективней. Также многих беспокоит, как изменится работа компании после покупки ее части теплоэнергетиками. Как заверили в красноярском филиале СГК, они вмешиваться в дела жилищников не станут. На эти и не только вопросы ответила сама Наталья Жавнова. О тарифах. Повышение тарифа никакого не намечено. Еще раз повторю, что тариф может повышаться только с самими собственниками жилья. О работе с должниками. Большое количество задолжников, с которыми будем продолжать работу. Работа в «Жилфонде» велась, но, на мой взгляд, она должна быть усилена. 60 тысяч должников – это те должники, которые имеют задолженность свыше трех месяцев. То есть до трех месяцев они не воспринимаются на сейчас. Соответственно, будем работать персонально. Об увольнениях. Сегодня сложно говорить, кого я буду увольнять и кого я не буду увольнять. Но определенно увольнять буду людей тех, которые будут недобросовестно относиться к своим полномочиям. Либо в какой-то мере их превышать. О сокращении расходов. Пересматриваются действительно затраты на управление завязанное. На сегодняшний день я могу сказать, что это не основная проблема от того, что искусственно были введены люди. Люди действительно – это историческая необходимость и структура управляющих компаний. И она сложена правильно. И она сложена правильно.